Анатолий Медяев, Мешок овсянки. В ту осень шли долгие холодные дожди. Земля пропиталась водой, дороги раскисли. На проселках, увязанных по самые оси в грязи, стояли военные грузовики. С подвозом продовольствия стало очень плохо. В солдатской кухне повар каждый день вывел только суп из сухари, горячую воду сыпал сухарные крошки и заправлял солью. В такие-то голодные дни солдат Лукашук нашел целый мешок овсянки. Он и не искал ничего, просто привалился плечом к стенке траншей. Глыбость серого песка обвалилась, и все увидели в ямке край зеленого вещевого мешка. Но и находка, обрадовались солдаты, будет пир горой. Кашу сварил. Один побежал в ведро за водой, другие стали искать дрова, а третьи уже приготовили ложки. Но когда удалось раздуть огонь, и он уже бился в дно ведра, в траншею спрыгнул незнакомый солдат. Был он худой и рыжий. Брови над голубыми глазами были тоже рыжие. Шинель выношенная, короткая. На ногах обмотки и растоптанные башмаки. — Эй, братва! — крикнул он с сиплым, прослуженным голосом. — Давай мешок сюда. — Не клали, не берите. Он всех просто огорошил своим применением. И мешок ему отдали сразу. Да и как было не отдать? По фронтовому закону надо было отдать. Вещевые мешки прятали в траншеи солдаты, когда шли в атаку. Чтобы легче было. Конечно, оставались мешки и без хозяина. Или нельзя было вернуться за ними. Это когда атака удавалась, и надо было гнать фашиста. Или погибал солдат. Но раз хозяин нашелся, разговор короткий — отдать. Солдаты молча наблюдали, как рыжий уносил на плече драгоценный мешок. Только Лукашук не выдержал, съязвил. — Вот он какой тощий! И ты ему дополнительный поек дали. Пусть лопает. Если не разорвется, может потолстеет. Наступали холода. Выпал снег. Земля смерзлась, стала твердой. Подвоз налазился. Повар варил кухни на колесах щи с мясом, гороповый суп с ветчиной. О рыжем солдате и его овсянке все забыли. Готовилось большое наступление. По скрытым лесным дорогам, по обракам, шли длинные леденицы пехотного батальона. Тягачи по ночам тащили к передовой пушке. Двигались танки. Готовился к наступлению и Лукашук с товарищами. Было еще темно, когда пушки открыли стрельбу. По светлелам, в небе забудели самолеты. Они бросали бомбы на фашистские блиндажи. Стреляли из пулеметов по вражеским траншеям. Самолеты улетели. Тогда загрохотали танки. За ними бросились в атаку пехотинцы. Лукашук с товарищами тоже бежал и стрелял из автомата. Он кинул гранату в немецкую траншею. Хотел кинуть еще, но не успел. Пуля попала ему в грудь. И он упал. Лукашук лежал в снегу и не чувствовал, что снег холодный. Прошло какое-то время, и он перестал слышать грохот лови. Потом свет перестал видеть. Казалось ему, что наступила темная, тихая ночь. Когда Лукашук пришел в сознание, он увидел санитаря. Санитарь перевязывал рану. Положил Лукашука в лодочку. Такие фанерные саночки. Саночки заскользились, заколыхали по снегу. От этого тихого колыхания у Лукашука стала кружиться голова. А он не хотел, чтобы голова кружилась. Он хотел вспомнить, где видел этого санитара. Рыжего и худого, выношенной шинели. «Держись, браток!» «Не робей! Жить будешь!» Слышал он слова санитара. Чудес Лукашуку, что он давно знает этот голос. Но где и когда слышал его раньше, вспомнить не мог. В сознание Лукашук снова пришел, когда его перекладывали из лодочки на носилки, чтобы отнести в большую палатку под соснами. Тут, в лесу, военный доктор вытаскивал урановых пули и осколки. Лежа на носилках, Лукашук увидел в санночке лодку, на которой его пезли до госпиталя. К санночкам ременными пространками были привязаны три собаки. Они лежали с ним. На шерсти намерзли снизу сосульки. Морды обросли ими. Глаза у собак были полузакрыты. К собакам подошел санитар. В руках у него была каска, полная овсяной болтушки. От нее водил пар. Санитар поткнул каску в снег, постудить. Собакам вредно горячее. Санитар был худой и рыжий. И тут Лукашук вспомнил, где видел его. Это же он тогда прыгнул в траншею и забрал в них мешок овсянки. Лукашук одними губами улыбнулся санитаром. И, кашляя и задыхаясь, проговорил. А ты, рыжий, так и не потолстел. Один слопал мешок овсянки, а все худой. Санитар тоже улыбнулся. И, ткнув рукой ближнюю собаку, ответил. Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок. А я тебя сразу узнал. Как увидал с ним, так узнал. И до борода ждем. Жить будешь. Не рови.